А мы в нашей открытой студии продолжаем поздравлять жителей Петербурга с Днём Военно-Морского Флота России. Всех причастных, а людей, которые строят военные корабли, особенно, потому что это особая каста. Профессия корабельщика получила благословение самого императора Петра, и сегодня эти люди продолжают славные традиции. День ВМФ, конечно, для них большой праздник, особенно, когда на рейде представлены их детище, скажем так. Ведь сегодня в параде принимал участие тральщик Александр Обухов. Он стал первым кораблем большой серии проекта «12700» и был спущен на воду силами Средненевского судостроительного завода. Да, и сегодня рядом с нами один из ведущих специалистов этого предприятия, заместитель технического директора Средненевского судостроительного завода Михаил Алексеев. Михаил Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. С праздником. Спасибо, вас тоже с праздником. С Днём Военно-Морского Флота. Но вот спросить вас хочется о другом празднике, о спуске корабля на воду. Вообще, как это происходит? И что вы чувствуете, когда видите, как ваше детище проходит первый метр по воде? Это очень торжественный момент и большая радость для всего трудового коллектива. Ему предшествует большая работа, которая не видна для обычных людей, которые видят парад или присутствуют на спуске. Поэтому видеть результат своей работы, спущенном на воду, и тем более на параде, это большая гордость для всего трудового коллектива. Сегодня, проходя по набережной и видя участника парада, тральщик Александр Обухов, какие эмоции вы испытали? Он не первый раз принимает участие в параде. И каждый раз это большая радость и гордость. Мы с удовольствием приходим коллегами посмотреть, порадоваться. А вы помните свой первый корабль, спущенный на воду? Как сотрудник завода я принимал участие в нескольких проектах, как военных, так и гражданских кораблей. Поэтому каждый помнится, каждый в сердце, каждый в памяти. Вы 10 лет работаете на Средневском заводе, насколько я понимаю, и начинали с должности инженера-технолога. Сегодня занимаете солидную руководящую должность. Как сложилась ваша работа на этом предприятии? Я попал на предприятие во время прохождения производственной практики. Я учился в Санкт-Петербургском политехническом университете. У нас была производственная практика. И попав на территорию этого предприятия, пообщавшись с коллективом, с руководителями, мне стало это очень интересно. И так потихоньку-потихоньку и началась. Это была ваша первая работа. Да, все верно. Сегодня к нам в гости приходят и моряки-подводники, и так далее. Мы всех спрашиваем о том, как принято в их среде отмечать День военно-морского флота. Вообще, есть ли какие-то традиции? Вот интересно, есть ли какие-то такие моменты, особенные в среде судостроителей? Как-то особенно, может быть, вы друг друга поздравляете с этой датой? У нас очень большой дружный коллектив, в ряды которого входят также и бывшие военные, и молодые специалисты. Очень приятно, что такой праздник объединяет нас. И когда есть возможность прийти на набережную, посмотреть на наше детище, на наш готовый корабль, это отличная полость вместе собраться. Тем более, такая хорошая погода, как сегодня, обязательно нужно выходить на улицу. Александр Обухов стал первым кораблем проекта «12700». Александрит, в чем особенность этого проекта? Много можно говорить. Если сказать вкратце, то задача такого корабля – это поиск, идентификация и уничтожение миноподобных объектов. Для выполнения таких задач ему важно иметь низкие физические поля. Поэтому достигать это можно разными способами. В данном случае все материалы, все конструкции выполнены из композиционных материалов. Это самый большой корабль в мире, изготовленный по такой технологии с применением данных материалов, что позволяет ему спокойно выполнять поставленные задачи. А какие сейчас вообще тенденции в военном кораблестроении? Что, может быть, изменилось в последние годы? В целом сейчас предъявляются очень высокие требования к качеству, надежности, к стоимости кораблей и судов. И чтобы удовлетворять всем этим качествам, нужно иметь современное высокотехнологичное предприятие. Поэтому наше предприятие очень большое внимание уделяет данным вопросам. Очень много инвестирует в себя в развитие как технологий, так и материальной базы. Это основное направление, по которому направляется наше предприятие, для удовлетворения всем требованиям. Михаил Николаевич, мы вас благодарим. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем еще раз с праздником, с Днем военно-морского флота. Спасибо большое. От себя лично хотел бы поздравить весь коллектив нашего предприятия и всех россиян с таким прекрасным праздником. Спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям.